Друзья, настала наша такая second part, вторая часть. Я буду как бы зачитывать вопросы. Отвечать не буду, братья будут отвечать. Или, может, я тоже. Но я бы попросил, кто участвует, чтобы, я думаю, мы уже вышли наперед, сели. Как бы заняли свое место. В общем, друзья, если у вас есть вопросы, если у вас есть вопросы, пожалуйста, даже во время этого времени вы можете написать, и it's anonymous. Даже те, кто слушает нас онлайн, вы это тоже можете сделать. So, пусть Бог благословит. Мы попробуем пройти. У нас уже есть вопросы. Мы постараемся пройти, как бы, сколько можно, and the most popular ones. Самые популярные. Не знаю, что мы готовы первые, как бы, прочитать, да? Хорошо. Я прочитаю по-английски, потому что первый по-английски. I've always wanted to get married and have kids. I can't wait for the Lord's coming, but I feel selfish, praying, God, please wait till I find my Boaz. Is this wrong? Хорошо. Ну, я думаю, это сестра спрашивает, что она всегда хотела жениться, иметь детей или выйти замуж, то есть иметь детей, и не может подождать Божьего прихода и чувствует себя самой любивой молиться, чтобы Бог подождал, пока она найдет своего вооза. Если это неправильно. Понятный вопрос, да? Я думаю, мы дадим нашему брату, пожалуйста. Я думаю, что здесь все в одинаковом положении, как говорим, равноапостольные, поэтому будем отвечать все. Ну, если я уже так... В эту сторону пойдем, а потом обратно. Дорогая сестра, я хочу сказать, что это нормально, и это желание естественное, когда хочется выйти замуж, стать матерью, стать женой, родить детей, воспитывать детей, любить свою семью, любить своего мужа. Это нормально, это естественное желание, и эти желания в нас закладывает сам Бог, желание создать семью. Второе, это тоже хорошо, что мы живем таким ожиданием скорой встречи с Господом Иисусом Христом, и это тоже очень хорошее положение вашего сердца, когда вы ожидаете скорого возвращения Господа Иисуса Христа на землю. Естественно, Писание говорит, что чем ближе пришествие Иисуса Христа, много будет событий происходить на земле, и не просто будет людям беременным, не просто будет людям, у которых маленькие дети. Но Господь никогда не оставлял никого, ни людей, у которых маленькие дети, ни людей, которые беременные, ни людей преклонного возраста. Господь не оставлял никого. Поэтому доверьтесь Господу и молитесь, ждите того человека, которого Бог пошлет в вашу жизнь. Только одно пожелание вам – ни в кого не влюбляйтесь. Храните свое сердце чистым. Почему? Потому что если вы в кого-то влюбитесь, кого-то пустите в свое сердце и начинаете за кого-то конкретно просить Бога, совсем другой человек может вам предложить. А если ваше сердце уже кем-то занято, то навряд ли вы сможете различить и принять правильное решение. Поэтому храните свое сердце чистым, ни в кого не влюбляйтесь, молите Господа, чтобы Он вам послал со своей руки. И, как кто-то сказал, что будем трудиться так, как будто Христос придет нескоро. И будем жить свято так, как будто Он придет сегодня. Это хороший вопрос. Хорошо? Я думаю, мы... Я тогда скажу. Знаете, здесь этот вопрос, он как бы один из популярных. Я думаю, здесь не только акцент на сестер, здесь кто-то лайк поставил из братьев. Да, я думаю, этот вопрос, он также и тревожит братьев, и не раз. Может быть, когда-то задавались эти вопросы мы, которые уже сегодня женаты. Знаете, Христос, если мы смотрим в Писание, да, когда сотворил Бог человека, Адама, что было Адаму, да? Нехорошо было человеку быть одному. Ему нужна была половина. Пусть Бог благословит, и, знаете, чтобы у нас была половина, чтобы выходить замуж и жениться. Знаете, один такой пример, там, наша бабушка, да, моя бабушка, она когда-то была еще юной девицей, и своему будущему мужу говорила такие слова, что, говорит, Ваня, может быть, мы не будем жениться, потому что скоро Христос придет. Знаете, я хотел бы так в простоте сказать, друзья, братья и сестры, если завтра придет Христос, сегодня вы женитесь, и завтра встречайте Господа вдвоем, как семья, благословляя имя Господня, пусть вас Бог благословит, женитесь. Я еще одну реплику попрошу по этому поводу. Молодежь, пока у вас нет семьи, будьте счастливы с Богом сами. И тот, кто сам счастлив с Богом, он будет счастлив в семье. Не думайте, что семейная жизнь, вот только семейная жизнь принесет вам в жизни радость и счастье. Семейная жизнь — это радость и счастье, это дополнительное обязательство. И поэтому время, когда вы сами и еще нет семьи, это очень прекрасное время для познания Господа, для служения Богу, для миссии, для обучения. Вот используйте эффективно это время. Даст Бог семью — это будет новый этап, новый сезон в вашей жизни. Счастлив с Богом, счастлив в семье. Хорошо, идем. Второй вопрос тут пишет. What should a guy look for a girl before they get married? Что должен искать парень в девушке перед тем, как он будет жениться? Впечатление такое, как будто мы у нас собрались, а let's get married, да? Я здесь о Духе Святом, о крещении, о исполнении. А тут все женятся и выходят замуж. Ну пусть Бог благословится. Я думаю, если даже в конце этого служения, я имею в виду воскресенье, и если мы услышим, потом будут сваты, то вы не откажетесь прийти на сваты. Все, слава Богу. Вы знаете, сколько я помог найти друг друга? Слава Богу. Так что у вас есть, кому обратиться. И мой профиль — это 25+. Вы поняли, да? Друзья, здесь сказано, чтобы смотрел. Я хотел бы, пока я умею микрофон, я хотел бы подчеркнуть. Друзья, всегда смотрите, чтобы та половина, которую вы смотрите, или парень, или девушка, чтобы они были в Иисусе Христе, любили Господа, служили Ему, поклонялись Ему. Знаете, мы все были молодыми, мы все были в такой ситуации, как и вы. И знаете, в моей жизни, когда я был в молодежи, у нас были люди или были молодые, у них не было времени смотреть и жениться. Их просто, как говорится, подходило. Так, знаете, подталкивало, говорит, у меня нет времени, но я женюсь, потому что я влюбился, или я вот люблю, или мы уже вместе работаем в Sunday School, или вместе на миссию ездим, или вместе в каком-то project, в церковном находимся. И мы без друг друга уже не можем быть. Но были в нашей же молодежи те люди, которые только мечтали выйти или жениться. Только мечтали. И, как правило, они самое позже всех выходили. Я не знаю, по какой-то причине. Don't ask me that. Но хочу сказать, когда ты в деле Божьем, когда ты занимаешься, когда ты служишь, когда ты в этом, ты просто, как я сделал, и многие из нас сделали, я пришел, постучался домой, зашел и сказал своей Любе, это моя жена, я сказал, позови папу, маму. И она говорит, а зачем? Я говорю, ну позови. Они очень долго спускались, но они спустились. Я все равно дождался. Они говорят, сидят в статистике, встали, что вы хотите. Я говорю, я хочу жениться, взять в жены вашу дочь. Знаете, придет тот момент, который каждый так сделает. Но будьте в служении. Служите. Смотрите, чтобы она была в Боге. Другой момент хотел подчеркнуть. Смотрите на те качества, которые ваш характер имеет. Вы каждый лучше сам себя знаете. Есть у вас там слабость на те, на те другие вещи. Или спыльчивые, или какие. Смотрите того человека, который сможет вас балансировать. Балансировать. Знаете, если, например, сильно колесо разбито, знаете, оно так вот бьется, ставят такие металлические весы, чтобы сбалансировать колесо, чтобы оно правильно вращалось. И ищите половину себе, которая вас будет балансировать. Если вы сильно такой шустрый, активный, знаете, смелый, то, конечно, вам надо поспокойнее и попроще. Опять, примеры с моей жизни. Я помню, мы молодежи были, и просто у меня были очень много хороших друзей. И дома у одной хороших друзей мы сидели и общались. И она сидит при своей маме. Мы молодежь, у нас человек, наверное, было с 20. И одна девушка говорит мне, говорит, Эдуард, возьми меня замуж. А мама такая поворачивается. Не-не-не-не, ни в ком разе. Она возмутилась, говорит, мам, почему у вас будет как в улике? Говорит, он шустрый, и ты шустрая. Будете как в улике. Нам такого, говорит, не надо. То есть это такой мощь. Смотрите, мы с юмором посмеялись, поулыбались. Но на самом деле, друзья, смотрите, чтобы ваша вторая половина была, помогала вам, спонсировала вас mentally, physically and spiritually. Если я могу добавить, у меня, я хотел бы мысли сказать для молодых братьев. Пацаны всегда, хлопцы влюбляются глазами, девчата ушами. Девчата, хлопцы поговорили, поговорили красиво, девчонка уже все, влюбилась. Что смотреть хлопцам? Хлопцы, посмотрите себя в зеркало, на себя, и вот по такому виду ищите. Я знаю многих братьев, которые потом приходят, говорят, ой, я не могу, я вот ищу вот эту сестру, она меня любит, она меня не любит. Так, посмотри на себя в зеркало, люби Господа, и ищи похожую, ищи похожую. Не надо искать кого-то там, который вообще из другого мира. Ищи похожую, молитесь, любите Господа. И будьте как христиане, ну, в смысле, love the Lord with all your heart, mind, soul. И когда пришло время, я так сделал, даже мой здесь father-in-law, он свидетель, я приехал, я был в другом, жил в другом городе, я приехал тоже, постучал, говорю, я хотел бы с вами поговорить, я ему рассказал свой план действия, что я am chasing after her daughter. Я ему сказал, так что, если я буду часто заявляться вам домой, вы меня не выгоняете, у меня есть план действия, вот такие мои желания. Если вы, if you're ready to marry, be a man, step up and do that. Если вы не готовы, и вы ходите, хорошо разговариваете, поверьте, сестры, а вы будьте осторожны, хлопцы часто, часто, когда они хотят с вами порвать все дело, дружили, дружили, потом бросить, они говорят так, мне нужно приблизиться к Господу, я думаю, нам надо остановиться, потому что я хочу немножко приблизиться к Господу. Так целый год ты ей голову морочил, и она ожидала тебя, потом ты решил в конце года приблизиться к Господу. Сестры, прежде, когда первый парень заявляется к вам, начинает голову морочить, вы спросите, какое твое мое взаимоотношение с Господом? Приблизился ли он? Сразу спрашивайте, если у него ненормальный братик, иди ищи Господа сейчас, потому что это проблема, мы часто видим, и это часто commenting we see, это проблема, что я сейчас к Господу приближаюсь. Ну, конечно, ты же его ругать не будешь, хорошее желание к Господу. Еще один момент хочу показать. Вот у меня листочек, и я его вот так разорву. И есть такое понимание, что на всем белом свете есть только одна единственная и один единственный, которые подходят друг к другу. И молодежь очень боится, чтобы не промазать. А вдруг я возьму, а это не мое, и что я буду делать? И Земля сойдет с орбиты, Армагеддон настанет раньше времени, и следующее. Друзья, Писание говорит, за кого хочет, лишь бы в Господе. И первое, то, что сказал пастор, и то, что сказали служители, это чтобы были искренние христиане. Второе, за кого хочешь, лишь бы в Господе, тот, кто лежит в сердцу. Очень правильно сказал брат, братья, не флиртуйте с сестрами, не вкрадывайтесь в их сердца, не ведите себя так, чтобы понравиться, если у вас нет серьезных намерений жениться. Просто дружить, эта дружба, она закончится или грехом, или разлукой, или свадьбой. Если вы просто дружить, если вы просто дружить, просто не получится. Это будет или, или, или. Если вы хотите жениться, то сразу об этом говорите. Если мы просто, просто мы, просто мы друзья, просто дружбы между братом и сестрой не бывает. И поэтому вот за кого хочешь, лишь бы в Господе, братья и сестры, за кого бы вы, с кем бы вы не создали семью, все равно надо будет в семье терпеть, прощать, поступаться, служить друг другу. Семейное счастье, оно создается усилием мужа и жены. Семейное счастье, это не находка. Вот главное не промазать, главное попасть. Ты попал, ты женился, вышла замуж, все равно. Чтобы была счастливая семья, над этим надо трудиться, над этим надо работать. Хорошо, друзья, я думаю, мы к следующему вопросу. Одна подметка. Если вы видите, если вы видите, если вы видите листу вопросов, и вы хотите определенную вопросу, который задавал, вы можете лайкать месседжение. Чем больше лайк, тем больше на top of the list it is. Следующий вопрос. As someone that is part of a Christian church, how do you go about those who seek to tear you down in your service to God? Как, являясь частью христианской церкви, как поступать с теми, которые ищут, чтобы разорвать тебя и твое служение Богу? Субтитры создавал DimaTorzok It happens in life and it happens a lot when people look at you and they want you to be at their level. They want to bring you down to their level. I think the only way you can come back to that in your life, if you firmly profess and proclaim that I work for Jesus, I work for God, I do not work for men. Because if you think about it, when you're hired to do a job for any employer, you really don't care what other people say, what other companies say, what other entities say about your work. You care only what your employer says, right? If you remember that you work for Jesus and you work for God, you'll be okay. No matter how much dirt they fling on you, no matter what they do to you, you need to remember who you work for. And, друзья, I would also like to remember that you don't care as your brother said, that you don't care, if you're firmly on the Biblical foundation, on the wall of God, God always is with you. He's always with you. He's always with you, and He's always with you. If you start to be with you with grief, then you need to be afraid. So, let's go to God's help. I have a question. There's always a possibility to change something to the best. what you want to do to do with you? What you want to do with you? Манювар. Этого человека, который желает что-то сделать, трудиться для Бога, вложить, манювар. Поверьте, всегда в нашей жизни, когда мы стараемся что-то делать, дьяволу этого не нравится. И он всячески пытается тебя посадить. И зачастую, да, Слово Божие говорит, да через близких, через близких наших он наносит свои стрелы, свои, знаете, эти сомнения, всякие разговоры. Так что, если вы в таком положении, вы в нормальном положении, вы в хорошем положении. Самое главное, чтобы вас Господь навозом не обложил, да, чтобы вам не было страшно и больно. Так что доверяйтесь Господу, служите Богу. И поверьте, что никто вас никак не сможет посадить, как только вы сами себя или ваше санка, слово я хочу сказать, авторитет, да, ваше авторитет никто не посадит, кроме самого себя. Так что пусть вас Бог благословит, знаете, те, кто вас опачкивает, да, все это пройдет. Не смотрите, доверяйтесь Господу, будьте докторами, а не пациентами. Пусть вас Бог благословит. Хорошо. Следующий вопрос. Вы знаете, я отношусь к тому поколению, которые ремонтировали все вещи. Сейчас привыкли к одноразовому, да, раз и выбросили, и ищут путь, ремонтировать надо отношения. Ремонтировать. Даже если непросто, даже если сложно, ну, надо с Божьей помощью исправлять. Библия запрещает развод. Если мы посмотрим статистику, да, то тот, кто уже развелся первый раз, то у него очень-очень высокое, что он разведется второй раз, и третий, и четвертый. Так что, друзья, если вы думаете развестись, чтобы потом жениться, или кто-то так думает, поверьте, он пошел на очень опасную дорогу. У него это может закончиться плохим. Так что, Слово Божие, это не, как говорится, не одобряет, на это не смотрит положительно. Там есть моменты, когда умирает половина, да, мы знаем, еще, может, моменты некоторые другие, но если смотреть на семью, Бог создал семью, и когда мы слушаем на свадьбе, пастор дает наставление, говорит, что сочетал Господь, да, не разлучи, да, чтобы семью больше никто не разломал. Это запрет. Так что, друзья, если кто-то становится на этот шаг, у него огромные, огромные риски, что это повторится еще много раз в его жизни. Да хранит вас Господь. Один раз и навсегда, друзья. Вы счастливые люди. Хорошо, следующий вопрос. It's shame ever from the Lord after you've repented. Стыда после покаяния. Это будет от Бога. Это по-русски понятно? Нет. Может быть, правильно будет сказать. Так, стыд после покаяния может быть от Бога или нет. Стыд от Бога. Может или нет, после покаяния. Если я уже ответил, могу я подчеркнуть. Смотрите, есть true guilt and false guilt. True shame and false shame. Есть от сатаны и есть от Господа. Если, например, человек, да, делает грех, то Дух Святой будет побуждать его, что ему нужно сделать, настроить взаимоотношения с Господом. Но бывает написано, что сатана, да, он обвинитель наших братьев, нас. Он обвиняет нас. Accuser. Он пытается, например, если я уже покаялся, раскалился, сатана пытается мне угнетать, что, например, ты непрощенный. За этого здесь сила исповедания. Знаете, часто, когда мы делаем исповедание, я всегда люблю приводить пример. Я говорю молодым людям, которые приходят на исповедание, я говорю, мы не отпускаем грехи служителя. Мы являемся свидетелей. Когда вас сатана будет, вы исповедуетесь, пойдете домой, и сатана вас будет обвинять. Ты непрощенный, Господь тебя не услышал. Ты можешь сказать, сатана, ты обманщик, в Писании написано. Я уже исповедался, и свидетель мой был тот служитель. Все, у тебя есть somebody, a witness. То может ли от Господа, it all depends on your situation, your relationship with God. Define relationship with the Lord. нам непросто давать ответы, не зная, что именно конкретно вы имеете в виду. Да, какая ситуация, какой грех. Апостол Павел говорит, что нам даже стыдно вспоминать. То есть, если я что-то начну вспоминать из своей жизни, когда я жил без Бога, мне стыдно. Мне стыдно, что это было в моей жизни. Но это не тот стыд, который меня мучает. Это не тот стыд, который меня гложет. Но у меня же память не пропала, у меня же память есть, да? Память с нами в вечности остается. Да, я могу вспомнить, да, и мне стыдно за некоторые вещи. Я бы не хотел, чтобы кто-то их знал, и мне даже самому думают, ну, как-то было в жизни так, стыдно за это. Но это не тот стыд, который меня гнетет, который меня подавляет, который мешает мне в служении. Я даже этого не вспоминаю. Ну, если этот стыд, ну, а если такой стыд, что он прямо человека давит к земле, ну, наверное, надо пойти на душепопечительскую беседу к служителю, чтобы более конкретно знать, что это за стыд, какая ситуация, чтобы конкретно помочь на конкретную ситуацию. Я проведу маленькую иллюстрацию тоже по поводу этого немножко. Мне один пастырь это показал, я всегда это показываю при исповедании или других моментах. Знаете, когда мы приходим перед Богом, и покаяние, вот это наш листочек, это наше сердце с чёрными такими буквами, or letters, this is our heart. После покаяния, когда мы уходим, и мы искренне напокаялись перед Богом, наше сердце вот такое, оно белое. Но что делает враг? Он пытается, когда мы пришли домой, там, на следующий день, в следующей неделе, он пытается нам повернуть и сказать, помнишь, ты же вот этот, ты вот. А что мы должны сделать? И это, знаете, эта вера, она находится в Писании. Ты сказать, нет, я вот этот, я вот белый, я уже покаялся, я дам, у меня есть стыд, у меня есть какой-то, знаете, regret, но я больше не является вот этим. Я уже вот это, у меня омыло кровь Иисуса Христа. Хорошо, друзья, следующий вопрос. Does Holy Spirit leave you? And how do you know if He leaves you? Оставляет ли Дух Святой Человека? И если да, как ты это знаешь? Многие делают ошибку, думая, что если они молятся на языках и при этом живут грешной жизнью, делают плотские грехи, то Дух Святой живёт в них. Не надо путать Личность Духа Святого и иные языки. Иные языки – это как дар, это знамение, это дар персонально мне для моей молитвенной жизни и это дар для церкви, если есть истолкование. Иногда бывает так, что человек живёт, как светский человек. Вот пережил крещение Духом Святым, исполнился Духом Святым, а потом потихоньку-потихоньку не бодрствовал, не хранил себя, и многие плотские грехи вошли в его жизнь. И человек себя утешает. «О, слава Богу, я помолился на языках, Господь не забрал Духа Святого». Не надо путать иные языки, как Божий подарок и Личность Святого Духа. Если человек оскорбляет Духа Святого, угошает Духа Святого, грешит, и этим он оскорбляет Святого Духа, Дух Святой может уходить от человека. По чём мы можем знать, что Дух Святой живёт в человеке? По плодам, раз. И второе, когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы переживаем исполнение Святым Духом, слёзы, руки поднятые, радость, можем молиться долго. Ну, это таких несколько маячков о том, что Дух Святой продолжает жить внутри нас. Плоды и исполнение Святым Духом. Даже не дары, а исполнение Святым Духом. Знаете, если мы читаем Писание, то Давид, мы можем видеть, когда Давид говорит, и Духа Святого обнови во мне. Был момент в жизни Давида, когда он согрешил, да и Дух Святой отступил от него. Давайте, возврати мне радость спасения моего. Друзья, если в бутылке есть вода, то уже как брат говорил, когда во мне есть Дух Святой, у меня есть слёзы, да, у меня есть переживания. Я зашёл в душ, в машину сел, я могу молиться, я могу петь, я общаюсь с ним, у меня есть, знаете, контакт с ним. Если в этой бутылке нет воды, да, то как бы я её не крутил, не смотрел бы туда, да, там ничего нету. Когда внутри нет Духа Святого, тогда ты просто как-то пустая бутылка. Ты бы хотел бы чего-то, но у тебя нет никаких слёз, никаких переживаний. У тебя нет даже, знаете, желание молиться, и Давид говорил, что возврати мне радость спасения, ты теряешь, будь туда же радость, что ты есть спасённый, рождённый, знаете, свыше Сын Божий, Дитя Господь. Пусть вас Бог благословит. Знаете, это есть очень, как говорится, для каждого из нас наглядный пример, когда даже мы просто утром встаём, смотрим на прекрасное солнце, что мы вначале, в душе нашей, что у нас является. Господь, спасибо тебе за прекрасное утро. Знаете, Дух Святой. А когда у человека нет Духа Святого, он встаёт, знаете, он просто как вот та голова, но она пустая, у него нет, он в суете, он поглощённый непонятно чем. Друзья, когда есть Дух Святой, тогда нас посещает радость, мы живём. Пусть Бог благословит. Если бы я мог добавить мысли, Господь дал мне возможность работать с репцентром пару лет, с женским и мужским, и часто этот вопрос задаётся. И знаете, я увидел такую интересную картину, что Дух Святой без человеческой личности, без тела нашего, он не может как бы работать, он должен обитать внутри человека. То я говорю, самый лучший индикатор, чтобы ты знал, что в тебе Дух Святой нет, это твой стиль жизни. Если тебя тянет на грех, если тебя тянет к всякому, то, что Богу не угодно. В Писании написано, lover of righteousness, what is right of God. If you have the passion, what is right of God. Если у тебя тут желание есть, то, что Бог, чистота, святость. Вот это вот. Знаете, часто бывает, когда люди в центре попадают на программу, они там обычно рассчитаны на год. Они там два месяца побыли, три месяца, уже начинают пророчествовать, видения, уже такие духовные, они такие духовные. И порой, когда я прихожу с ними на консультацию, первым делом я говорю, пойдем в твою комнату. Он думает, о, сейчас будем с ним, братом отдельно беседовать. Знаете, что я делаю? Я в комнату захожу, посмотрю, какая их комната. И он мне начинает рассказывать все свои откровения. Я ему говорю, брат, я вижу твою ревность, слава Богу. Но все практическое христианство начинается, начинается, какова чистая твоя комната. Если ты утром встал, и твоя кровать не застелен, у тебя бардак, одежда валяется, все валяется, и ты здесь хочешь проповедовать и исполняется Духом Святым, стоп. Я говорю, Бог, Бог порядка, Он будет первым работать над тобой, показывать, что ему этот бардак не угоден. У нас было интересное свидетельство, мы были в майском племени, работали, и когда мы видели, когда Бог касался майцев, индейцев, Native American people, что они делали? Они очищали свои хаты. Преображение идет ума, преображение твоего этого. Мы часто думаем, Дух Святой какая-то, дух какой-то невидимый, какой-то obstacle, magic, леды где-то там что-то делаете, первым он работает над тобой и мною, над человеком. Вся работа помочь нам, а не то, что что-то где-то там, мистика какая-то произошла, и все. Происходит простой индикатор. Какова чистая твоя комната? Куда тебя тянет? Какие грехи? Что тебе? Если у тебя тяга к греху, тяга к там все делать беззаконно, смотреть всякие shows, всякие снапчат, там где баба, папы нету ночью. That simple is that. Там не надо много ходить к пророку, там сразу понятно. Хорошо, следующий вопрос. How do you know for sure that a person is from the Lord or sent by the Lord? Как быть уверенным, что человек есть от Бога или посланный им? Я думаю, это, наверное, что члените, да? Спокойно, потому что шесть людей полайкали. Понятно, наверное, ищут супругу и супруга. Если я могу пример, мне однажды сказал такой пожилой человек очень мудрую мысль. Он говорит, молодые, никогда не делайте так. Я когда его слышу, думаю, вау, это опыт, говорит. Никогда не делайте так. Дружите с кем-то, дружите, начинают дружить братья или там сестры. А потом бегут, ставят нужду пророка. Господи, она ли от меня? Она от тебя или нет? Он ли от тебя? Ты уже с чувствами поиграл? Ты уже и хочешь, чтобы что-то Господь тебе сказал? Не искушайте уже Господа здесь. Если ты уже чувствами начал играться, и часто порой, как брат сказал, мы ищем эту половинку, думали, листок разорвали, вот такая вот вся половинка должна сойтись. Бог порой сделал нас уникальными, чтобы нам была интересная жизнь. Я думаю, здесь даже, друзья, в том же самом моменте, если мы ходим в страхе Божьем и любим Бога, Бог никогда нам не доверит то, что нам не надо. Никогда. Он покажет. У нас есть родители, через родителей подскажут, укажут. У нас есть моменты, где мы сами увидим. Но если оно не от Бога, друзья, оно всё рассыпется. Оно рассыпется, вы будете видеть, оно не клеится, оно будете видеть какие-то препятствия и в том, что вы не видите и не понимаете друг друга. Вот это вот оно то, это которые моменты вы будете в своей жизни видеть. Ну, который человек любит Бога и близко с Богом, Бог посылает его в жизнь, и он понимает и видит и в окружении, и в общении, и в служении, что это его половина. Я одну мысль хочу сказать из вчерашнего семинара, что Бог нам даёт спутника жизни для того, чтобы мы друг другу помогли воспитать в себе характер Господа Иисуса Христа. Я вас очень прошу, молодые люди, я понимаю, что у молодых людей уровень тестостерона в крови, он больше всего, 25 лет, это больше всего уровень тестостерона. И очень часто, знаете, вот именно гормоны, они являются таким основным мотиватором к созданию семьи. Но я вас прошу ещё, постарайтесь включать не только свои эмоции, свой разум, своё сердце, давать место Господу. Смотрите на семью с точки зрения вечных Божьих ценностей, что вам с этим человеком надо прожить всю жизнь, вам надо помочь друг другу в служении, вам надо помочь друг другу в том, чтобы формировать характер друг друга и быть не просто мужем-женой, быть друзьями, быть соработниками, быть родителями. Да благословит вас Господь! Хорошо, следующий вопрос. Как защитить себя от влияния людей из мира, бывшие рождённым свыше человеком во Христе? У нас много вопросов, я так быстро, друзья. Худые сообщества развращают добрые нравы. Будьте в добрых сообществах, в христианских сообществах, ищите хороших друзей, ищите прекрасных, знаете, ваших ко-воркеров, с кем вы работали, нормальную обстановку. Знаете, мне один человек сказал, очень мало можно найти такую работу, чтобы были верующие. Ищите, молитесь за это, стремитесь, к которым Бог вас благословит. Друзья, кто ваши друзья, тот и вы, и ваше будет общество. Такая есть поговорка, да, смотрите, пример маленький, сокращаем время, у нас очень быстро идёт. Хотел бы сказать, смотрите, возьмёмте Иосифа. Иосиф попал в такую ситуацию, где его совращали из христианского пути. Что он сделал? Он убежал. Он взял и убежал. То есть, дорогие друзья, что сегодня о том говорит, чтобы мы имели то общество, то сообщество, можно работать на работе, будут неверующие люди, но вы с ними никаких отношений близких не будете иметь. Ну, проповедуйте им, говорите им о Иисусе, говорите то, что вы любите Его, говорите, почему этот праздник, говорите, почему сегодня будет Рождество наступает. Вы проповедуйте, вы говорите, и тогда инфуенс вы будете иметь. Но если вы только поддакиваете всяким джок, всяким плохим фотографиям, всяким плохим словам, то они на вас инфуенс имеют. Пусть Бог поможет. Если я могу маленький добавить. У меня была возможность, когда я был в Fire Academy, проходил, и там, если вы знаете, большинство пожарников, они очень пошлые, говорят пошлые, плохие вещи. Первым делом, что я сделал, когда я пришел в Fire Department, я сказал своему чиф, что я христианин, и я хотел бы, чтобы вокруг меня, когда presence, когда я там, чтобы о пошлости не разговаривали. И интересно, что чиф на бизнес-митинге объявил, hey guys, давайте будем держать все jokes, которые не являются работой, при себе. И интересно, я там, когда Господь мне дал возможность, у меня было нормальное положение, чтобы люди, не бойтесь говорить свою позицию, где вы находитесь. Хорошо. Тогда мы, следующий вопрос, будут ли все мои грехи иметь последствия, даже если я раскаялся и был прощен? Есть ситуации, когда грехи могут иметь последствия. Поэтому будем бояться грешей. Будем угождать Богу. Блудный сын вернулся, отец простил, перстень на палец, халат на плечи, но имение больше не давал. Есть вещи, которые можно потерять раз и навсегда. И ты уже никогда не сможешь быть пастырем. Да, ты прощен, Бог даже может тебя благословить, и ты можешь много иметь благословений, но что-то ты в жизни можешь потерять. Ты потерял невинность, и все, и ты уже никогда не возвратишь этого. Поэтому есть вещи, которые Бог прощает, но есть определенные последствия, которые невозможно уже восполнить. Друзья, коротко тоже дополняю эту мысль. Смотрите, есть грехи, наркотик, алкоголь, блуд, вещи, которые, убийства, еще такие, да. Бог простит, и Бог прощает, но последствия разрушенного ваше тело, вашей жизни, или друзей, или родственников, или government вы приступили, оно несет последствия. Но Бог вас прощает. Далее. Хорошо, следующий вопрос. Как я могу полностью быть уверенным, что я имею Дух Святой, я говорю на иных языках, чувствую Его сходящим, когда я пою, но у меня все же есть сомнения, что я не имею. Дорогие друзья, смотрите, враг душ человеческих, он всегда клевещет, он всегда клевещет, и он всегда говорит, и он давит на эмоции. Я думаю, вот здесь больше звучит, как на большиную эмоциональность такая опора. Мы чувствуем, может, плачем, мы, может, радуемся, мы можем, имеем какое-то такое переживание сверхъестественное, и когда мы его не имеем, и мы считаем, что Дух Святой оставил нас, ушли мы от этого. Нет, Он среди нас, Он ведет нас, Он ограждает нас. Дорогие друзья, а дьявол, Он клеветник, Он клевещет, Он говорит вот эти вещи. Дух Святой нас не оставит никогда, если мы не оставим Его. Так говорит Слово Божие. Я не оставлю вас и не покину. Никогда. Слово Божие говорит о том, что Он всегда с нами, но только мы можем оставить Его, посредством греховной жизни, о чем сегодня уже было сказано. Хорошо. Следующий. Я чувствую себя сгоревшим и потерял свое желание служить Богу через все многие годы, служая Ему в молодежи, в певчей группе и в других группах, которых я пою. Что мне делать? Во-первых, я прошу молодежи, чтобы перестали употреблять вот это слово, да, выгорел, сгорел, да, 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 устал и все. Почему? Что исповедуем устами, то и происходит. То и происходит. И очень часто, ой, я устал, я, наверное, выгорел, я уже догораю, я уже сгораю, все, подгорел с одной стороны, с двоих сторон. Оставьте этот психоанализ. Все могу в укрепляющем меня Господе. Это раз, во-первых. Да, вперед из песней, да. Если устал, поешь, Илья, поспи, Илья. И снова поднялся и вперед до Божьей горы. Да. Я часто такой самый пример привожу, я говорю, знаете, каждое утро я встаю, когда на работу, я burned out to go to work, but I still go, because I need to pay the bills. Порою придет такой, да, в момент жизни, где ты себя чувствуешь, что не можешь, ну, правильно брат сказал, тебе нужно, встал и пошел. Христианская жизнь, это не что-то такое, какое-то fairytale или butterfly, где-то там все будет так хорошо. Это сезон жизни, это нормально, если этого нет, значит, тогда проблема. Если это есть, это нормальный образ жизни. It's okay. Я приведу пример, даже покойного брата, пастор, учитель Клиновский, мне понравилась история с его жизнью, такой момент, где он говорил, я был руководителем молодежи, говорит, я служил Богу, и до определенного момента, потом он уже это служение передал. Он был регентом хора, тоже до одного момента, он это передал, я говорю своими словами, потом у меня еще какое-то было служение, он стал быть старшим пастором, тоже говорит, как-то я передал, все, он знаете, как вы сейчас в этот вопрос, как выгорал, вот прошло, прошло, как-то он не чувствует дальше ревности, желания. Я стал преподавать учителям, я прихожу домой, без рук, без ног, лег на кровать, я больше разговаривать не могу, я устал, а такой довольный. Друзья, может быть, нужно просто сменить служение, тип вида служения, займитесь другим служением для Господа, и Бог вас благословит, и вы будете burn out, но зато приходить довольными, насыщенными, вы на своем месте, вы в своем служении, пусть Бог вас благословит. Хорошо, следующий вопрос, какая разница между рожденным свыше и крещением Духом Святым? Может ли человек получить Духа Святого и не быть рожденным свыше? Крещение Духом Святым идет вслед за рождением свыше, между ними может быть какой-то определенный промежуток времени, как у апостолов, и это может быть совсем рядом, почти как одно целое. Человек кается, получает рождение свыше и получает крещение Духом Святым в одной молитве. Но рождение свыше – это рождение свыше, это одно действие Божье, крещение Духом Святым – это второе действие Божье, это благодать на благодать. Нам нужно и одно, и второе. Как уменьшить промежуток между культурами и поколениями, особенно от старших, которые не позволяют молодежи поклоняться, как они желают? Приглашать их на молодежное служение. Я слышал недавно пример, когда брат здесь, в Америке, говорит, молодежь начала петь, а брат, это было на, я вспомнил, это было на братском кемпе, церковь, где пастор Андрей Иванцов. И вот один брат вышел, говорит, я вот воспитан на песнях со сборника, и вышла молодежь и поет не канонические песни, не из сборника. И я просто готов был выйти, выключить все, вот все потушить, погасить. Я там, и рядом со мной стоит сестричка, ну в таком возрасте уже, знаете, почтенным, и вся сияющая, вся сияющая. И она так, так молится, такая радость, так благословляет эту молодежь. И я что-то сказал, что они поют? Она так посмотрела на меня, говорит, а ты нашу молодежь не трожь. И я потом узнал, оказывается, когда она болела, эта молодежь пришла и ее посетила. Она посетила ее, знаете, она вместе с ней помолилась, там вот была с этой сестричкой. Что я хочу сказать, молодежь, знаете, вот общение старшим поколением, да, придите к ним, пригласите их, и это поможет нам понять друг друга. Общение и взаимоотношения, ведь церковь, это не просто вместе собранные люди, это вместе собранные люди во имя Господне, между которыми есть взаимоотношения, есть общение и взаимоотношения, и это поможет, это поможет. Церковь – это организм. Пусть Бог власть ловит. Хорошо. Next question. How can you protect yourself from lustful spirits or people? Как я могу защитить себя из похитливых людей или духов? Ну, не подавайте повода. 90% изнасилований случились по той причине, что одежда, поведение, разговор давали повод. Не давайте повода. Друзья, также хотел бы сказать, смотрите, кто ваши друзья, смотрите, с кем вы общаетесь, круг, и избегайте их, и вы должны прилагать усилия. Да, будут приходить искушения, да, будут приходить мысли, но кровь Иисуса Христа, она умывает и очищает, и мы должны полагаться. Из-за этого мы и делаем призывные к алтарю, чтобы выходили наперед, молиться за силу, укрепление, чтобы отражать стрелы лукавого, отражать. А чтобы их отражать, мы должны быть в крепке в Слове Божьем, в молитве, исполненной Божьей благодати. Пусть Бог благословит. Не позволяйте мысли, да, как в Библии написано, мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но свить гнездо на нашей голове мы, конечно, можем запретить. Не позволяйте этой мысли, да, которая приходит от лукавого, какая бы она ни была, чтобы она развивалась в вашей голове. Вы ее связываете, да, как один брат говорит, и всадите ее в оковы, просто, как говорится, в тюрьму, да. Не давайте ей свободу в ваших мыслях, и тогда будет победа. Пусть Бог благословит. Я добавлю, особенно 90%, как брат придел статистику, проблема last, это у братьев. Я всегда говорю, братья, когда обращаются, я говорю, братья, вы ходите в джим, не ходите в джим, когда там сестры, девчата, и не становитесь сзади них на машинок, и работать, когда они бегут впереди вас. Don't do that. Это проблем, который пацаны всегда делают, хлопцы, идут в джимы, когда сестры working out, и они сзади ним помогают бегать им. Глазами съедают их. Хлопцы, знаете проблему? Убегайте. Вот за это описание написано, нам надо хорошо бегать. Physical fitness хотите делать? Бежите от греха подальше. Run away. That's a problem. Lost, это оно, у хлопцев это проблем. How do I balance my personal ambitions, plans, goals, and serving God? Как мне сбалансировать мои персональные амбиции, планы, цели, и служения Богу? Сразу я вспомнил вот этот момент. Я находился в Аргентине, и мы находились в одной церкви, и один молодой парень задал этот вопрос. И на него есть хороший ответ в Писании. Прежде всего, давайте вместе с вами, ищите Царство Божье во, а остальное все приложится вам. Друзья, когда мы ищем Царство Божье, все очередности разлаживаются. Разлаживается ваш schedule работы, schedule ваших hobbies, schedule ваших рыбалок, schedule ваших действий. Когда у нас первым стоит эта жизнь во Иисусе Христе. Центрично, друзья. Не на первом месте Иисус, а в центре. Он стоит. Прежде всего, ищите во всем. Вот даже вот, смотрите, вы скажете, ну, пастор, какой пример? Ну, хороший пример. Например, вот у меня грязная машина. Ну, у меня лично грязная машина. Вам завтра утром делать будет нечего? Встаньте и прийдите, помойте. Или бабушке поможете. Или в церковь прийти послужить. Для дела Божьего, когда вы все будете в своей жизни это будете ставить, служить, служить дедушке, бабушке, молодежи, вот как брат приводил пример. Когда мы это будем делать, Бог будет за тобой беспокоиться и будет тебе давать мудрости, как organize your time. Он будет тебя организовать. Он говорит, почему? Потому что есть братья-служители, которые на эту лекцию выдают. Это все в церкви тоже есть. Есть на это темы, мы об этом тоже говорим. Есть на это обучение, это тоже говорится. Друзья, когда во всем мы видим Бога, у нас время уже выходит. Буквально 30 секунд. Амбиции, мои планы, все. Друзья, поставьте в центр Иисуса Христа. Любую профессию можно использовать для проповеди Евангелия и для служения Бога. Любую профессию. Водитель, повар, дворник, любую. Инженер. Любой дар, любой талант, любую амбицию можно использовать для служения Богу. И если у тебя амбитные планы, поставь Бога и пусть твои амбитные планы будут для Бога, для Его славы. Я историю короткую рассказываю. Мы женились, ожидали второго ребенка. Я своей жене говорю, жена, я тебя так люблю. Ты у меня номер один, она раз засияла. Потом я сижу, качаю ребенка, говорю, но у меня вторая есть. Мы с ней не имеем интимных отношений, я просто с ней люблю говорить. Она на меня так посмотрит, я позвоню пастыру завтра утром. Я ей говорю, я пошутил. Я говорю, я хотел тебе пример привести. Я говорю, если у меня есть первый Бог на первом месте, вторая работа или вторая карьера, поверьте, придет сезон времени жизни ваших, где работа станет номер один. Будет забирать больше вашего времени. Но как уже братья сказали, если Христа центричность, то вся каждая ячейка вашей жизни будет идти ко Христу. Да. Последний. Да. Последний. Хорошо. When confessing, can your witness be anybody or does it have to be a pastor? Когда делаешь исповедание, может ли твоим свидетелем быть любой или это должен быть пастырь? Я считаю, что если вы исповедуете грехи, которые могут иметь последствия, замечания, отлучка или там какие-то другие церковные вещи, вы обязательно должны исповедовать перед своим пастырем. Исповедь грехов перед друзьями, знакомыми – это обмен опытом, и вы подтолкнете их к грехам. Если вы обидели кого-то, да, если вы обидели кого-то, да, вы исповедуете перед ним. Прости, что я тебя обидел, я там сделал то-то и то-то, прости, что я тебя обидел. Если дело касается каких-то аморальных вещей, за которыми могут быть последствия, надо исповедовать перед своим пастырем или же перед своими служителями, которых уполномочил пастырь. Иначе невозможно будет дисциплинировать церковь. Иначе церковь может быть инфицирована грехом, и грех будет разрушать церковь. Вы здесь будете грешить, а там будете исповедоваться, и для церкви это не будет в пользу. Хорошо, второй вопрос. Я никогда не исповедовал этот грех, но я уже не привязан к нему. Слава Богу, эти цепи разорваны. Должен ли я все-таки исповедать? Друзья, что такое исповедание? Это тогда, когда этот тебе грех мучит, не дает тебе свободы, и которым ты просто мучаешься, и нет выхода. Ты приходишь, как сегодня уже брат старший служитель сказал, ты приходишь к служителям, вместе они с тобой молятся, они тебе дают наставления, души по печенью говорят, и с тобой работают на протяжении того, чтобы тот или иной грех или те вещи они оставили. Если вы помолились перед Господом, исповедались, и вы имеете полную в этом свободу, вам не надо этого делать. Но если оно мучит вас, вы раб этого, и не можете найти свободу, друзья, вам это нужно сделать прикинь. Или добавил бы, если вас совесть мучит, и вы задаете этот вопрос, нет свободы, победы, идите исповедовать для того, чтобы вас потом, когда сатана обвинял, вы можете напомнить его, что у меня есть свидетель, был служитель свидетель. Я часто рекомендую это тем людям, которые задают over and over same question. Идите, сделайте, поверьте, у вас есть свидетель. Вот когда-нибудь в аварии были, вы поднимите руку, вот в машине. Лучше, когда свидетель есть, правильно? Когда у тебя был кто-то со стороны, и ты к тебе при суде, тебе легче сказать, I have a witness. Same thing, guys. Spiritually, намного легче. Хорошо, следующий вопрос. If God says you have a gift, what can I do in my season to find that gift? Если Бог говорит, что ты имеешь дар, что я могу сделать в моем сезоне, чтобы найти этот подарок? Дар. Одеть очки. Друзья, насчет дара. Я думаю, смотрите, дар это то, что нам дается Богом. И мы видим, и в этом мы получаем, как сказать, наслаждение, получаем удовлетворение. И видеть тот дар, который может делать твоя подруга или твой друг, и ты считаешь, это тоже твой дар, а у тебя больше тянет заниматься, может, пением, а не, скажем, детским служением. Дорогой друг, вот это и дар. На что тебя больше тянет, на что тебя больше подвигает, или даже служителя замечают, что видят в тебе то, что у тебя оно есть. Ну, может, ты пренебрегаешь, как апостол Павел говорил Тимофей, да не пренебрегай своим даром, да, возогревай его. Вот оно может и, а, да нет, у меня не получится. Я знаю очень много братьев за кружкой чая. Они так проповедуют, друзья. Они так говорят. Они так увещевают, так доставляют. Но за кафедрой они никогда не станут. За кафедрой никогда не станут. Мы в церкви чаще говорим о пророчестве, о видении, еще несколько даров, там, дар исцеления, иных языков и чудотворения. В основном мы говорим о дарах Святого Духа, и даже не о всех, а о некоторых дарах Святого Духа. И мы как-то понятие даров Божьих мы сузили. Но Божьих даров значительно больше, чем написано в Коринфян. Римлян, 12 глава, 6 стиха, говорится о дарах благодати. Эфесян, говорится о дарах Христовых. И около 30 даров, 29 даров насчитывается в Библии. Есть некоторые дарования, есть некоторые дарования, которые Бог еще дает, дар творчества, Весалиилу было дано, дар творчества, дар музыкальных способностей. Намного больше даров, нежели мы как-то привыкли в привычном понимании видеть их. Пророчества, видения, намного больше даров. И очень часто Бог дает нам видеть нужду. И те способности, и те дары, которые есть у нас, они очень часто есть ответом на ту нужду, которая есть в церкви. Поэтому много даров. Я бы сказал, что каждого человека он наделил даже не одним каким-то даром, а несколькими дарами. Друзья, так быстро, мы молодежью ходили, посещали старших людей, пенсионеров. И вот, знаете, я не знаю, какой у той бабушки был дар. Ей было за 80 лет, но мы как к ней сходим, мы приносим туда что-то такое небольшое, печеное, попоем, поговорим, ободрить желаем. Эта бабушка нас всех так ободряла. Я уходил от той бабушки, я еще хотел лет сто жить. Вот у нее такой был дар. Она была самой счастливой человек на этой земле, самой благословенной. У нее все, она радуется Господом, она хвастается Господом. Вот смотришь, не знаю, какой у нее дар, но после этой души хочется жить, и я вдохновлен, и я иду, радуюсь. Так что очень много разных даров. Будьте благословенны. Следующий вопрос. Is it okay to dance, hop around and clap your hands, moving side to side? Если это нормальным, чтобы танцевать, прыгать и хлопать руками и двигаться? Если вы выиграли миллион, то я вместе с вами. Друзья, вы подумайте, да, как Господу смотреть и смотреть, как бы, если это в служении. Мы говорим, я говорю за служение, да. Нужно ли Господу мои движения и вся моя, знаете, эта эмоция, да, наружная, моего тела. Нужно, когда я бедрами своими шевелю, плечами, ногами и так далее. Оно надо вообще Господу? Как вы такое порассуждаете, подумайте. Да, самих себе, я никому не знаю. Если мои дети это делают, знаете, сидит, он там дергается, что-то прыгает, это нормально. Но если я это делаю, да, а мой сынок стоит, малыш, ну, все, не дергается, здесь что-то ненормально. Знаете, есть моменты, а если ты вышел на улицу, да, и ты на своем backyard, ну, да погасись так, чтобы тебе на тебя все это вышло. Какие правила? Никто тебя не осудит, пусть тебя Бог благословит. Друзья, смотрите, насчет вот этой вещи, ну, мы, может, с улыбкой говорим, с некоторыми такими моментами, но на самом деле, дорогие друзья, когда Дух Святой наполняет, да, у нас поднимаются руки к небу, мы плачем, мы радуемся, мы благодарим Бога, мы молимся, дорогие друзья. Если Бог нас исцеляет, человек встает, значит, начинает скакать, прыгать, это Аллилуйя, и слава Богу. Дорогие друзья, ну, когда мы приходим просто про, как говорится, прорекламирует свои эмоции, показать свои эмоции, да, я не говорю против, что мы не должны им иметь эмоции, они у нас должны быть, но это не церковное дело, это не для церкви, чтобы мы выкидывали свои такие эмоции, прыгали, хлопали, скакали. Да, если там поприветствовали, или какие-то моменты произошли, мы подняли руки, поем, и Господь наполнил Духом Святым, и у нас какое-то есть переживание. Но если, как один брат сказал, нас уже повело, знаете, непонятно уже куда и как, чему жарко, чему холодно, что он руками машет, то это уже другой вопрос. Я думаю, здесь более благовение, дорогие друзья, благовение перед Богом, благовение перед Ним. Но в Божьем присутствии, друзья, мы получаем благословение. Я еду в машине, моя самая большая, одна из тайных комнат, молитвенная комната, это моя машина. Я еду, я поднимаю руки, я пою, я молюсь, дорогие друзья, я радуюсь, у меня на это дети и свидетели, я плачу, я исполняюсь Духом Святым. Много раз я слышу хонг, и люди поворачивают, и ты поворачиваешь, и тебя спрашивают, все окей, потому что у меня текут слезы на глазах, потому что я плачу, и спрашивают, все ли нормально, не надо скорую вызвать. Нет, не надо. Дорогие друзья, это общение твое личное с Богом, общение, то, что ты, это эмоции твоего организма и тела. Но когда мы выходим вот сюда на сцену петь, и у нас мы там начинаем проявлять такие вещи, я думаю, это уже надо другой вопрос над этими вещами, надо порассуждать. Друзья, я очень боюсь подмены. И сейчас очень много подмены, подмены понятий, подмены ценностей в миру, везде, очень много подмены. И вот это... Подмены это counterfeit for those who are struggling. И вот эта подмена, она хочет войти, и в церковь. И чтобы не подменять физическим, да, таким душевным, плотским, духовное. И если человек в коляске, и вы за него помолились, и он вскочил, и начал танцевать, мы все будем радоваться. А если... Ну, это такое плотское проявление, то не надо. Не надо этих подмен. Хорошо, друзья. Следующий, да, сказать? Я не знаю, у нас уже время. Я думаю. Или добавить до этого. Молодежь, мы еще сделаем, или уже все? Или уже все? Все уже, да? Все, наверное. Они уже все говорят. Да. Может, если есть последний вопрос, какой-то то, что, ну, действительно, вот хочется вот его раз, и чтобы мы закончили все-таки каким-то... Можно... Can you be confident in your salvation? That you have it? That you have that right? Можете ли вы быть уверены в своем спасении? У вас есть... Есть ли у вас на это право? Быть уверены. Много раз вкусив, как благ Господь, много раз пережив вот эту близость с Богом, исполнение Духом Святым. Вот каждый раз, когда мы вкушаем, когда мы переживаем исполнение Духом Святым, это как подзарядка наша и утверждение еще раз, и еще раз утверждение нас в том, что мы спасены, что Бог с нами. Ибо Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Хорошо, друзья, давайте мы на этом закончим и помолимся. Я думаю, мы сразу помолимся за пищу и следующий как бы fellowship time. Будем молиться. Слава тебе, Господь!